Как управлять этой штукой? Надо сказать, что варианты сегодня доступны в стране в большинстве регионов в таком вот достаточно большом разнообразии и изобилии, и несмотря на то, что какие-то более сложно организовать для медицинской организации, какие-то легче организовать, надо понимать преимущества каждого из этих вариантов. И мы уже говорили о том, что, безусловно, комбинированная иммунотерапия вроде как в долгую выигрывает у любого другого способа лечения, если посмотрите на 5, 6, 7-летние результаты. Те пациенты, которые получили комбинированную иммунотерапию, имеют наилучшие шансы пережить эти 5, 6, 7 и так далее лет. Но тут надо учитывать некоторые обстоятельства. И понятно, что наш пациент в реальной практике может серьезно отличаться от тех, которые принимали участие в исследовании. Но здесь вот такое непрямое сравнение пациентов, получавших иммунотерапию и таргетную терапию, в принципе, схожих по своему распространению, по своим клиническим характеристикам. И, безусловно, вы можете обратить внимание на то, что иммунотерапия, а это тут исследование Checkmate 67, я не знаю, у меня получается, его, так сказать, упоминают почти каждый раз, потому что это, на самом деле, единственное крупное исследование третьей фазы, которое было проведено за последние, наверное, 10 лет с комбинированной иммунотерапией. Все остальные исследования, они либо не опубликованы, если мы говорим про BCD-217 препарат, либо еще в процессе, так сказать, изучения. Так вот, если вы посмотрите на эти пятилетние результаты, то, безусловно, самые приятные для глаза цифры вы видите у пациентов, которые получили комбинацию эпилемамаба с неволомабом в первую линию и имеют при этом брав мутацию. То есть, они еще имеют какую-то линию в запасе. Если вы поменяете местами эти виды лечения, и так было, например, в исследовании Коламбус, потому что значительная часть пациентов, в исследовании Коламбус, при прогрессировании могла иметь доступ к комбинированной иммунотерапии, то вы все равно не получите тех приятных цифр, которые вы видите в Checkmate 067. Это, собственно говоря, мотивирует всех исследователей обращать на это внимание. Но с комбинированной иммунотерапией бывают сложности и в плане организации лечения, и в плане переносимости. Поэтому основная задача, собственно, найти тех пациентов, которые могут получить хорошие результаты на фоне монотерапии антипедиадин. Потому что монотерапия антипедиадин намного более распространена, препаратов много, они разные, и они, в общем-то, имеют хорошую переносимость. И если вы взглянете, опять же, на результаты, скажем так, разных исследований, как, наверное, не очень удобно делать, но, тем не менее, для нашей реальной практической жизни мы делаем это. Мы все равно берем цифры из исследований и в своей голове как-то их ранжируем. Как иначе? И если вы посмотрите на данные из вот этих вот разных исследований, то монотерапия антипедиадин, она, по сути дела, сопоставима, по данным ВБП, с комбинированной иммунотерапией, ну, скажем так, сопоставима, но в плюс-минус там 10%, но выглядит точно уж не хуже, чем комбинированная таргетная терапия в отношении времени без прогрессирования. И это тоже нам дает основания полагать, что для некоторых пациентов, в том числе мутированных пациентов, мы должны иметь иммунотерапевтический компонент как элемент лечения, либо в самом начале его, либо уж хотя бы в комбинации с этим самым таргетным компонентом. Но это данные, которые демонстрируют нам результаты монотерапии антипедиадин, хорошо прослеженные данные, кинот 0.6, правда, незарегистрированная доза, незарегистрированный режим введения, но, тем не менее, это те данные, которые мы имеем по монотерапии. И вполне приличные данные уже по 7-летним результатам, по 7-летней выживаемости пациентов, то есть 40% больных порядка до 37-8, переживают 7 лет и более без каких-то дальнейших ухудшений прогноза. А вот если вы посмотрите на то, кто живет лучше, кто хуже, это подгрупповое анализ этого исследования, то вы увидите, что те пациенты, которые получили ингибиторы BRAF вначале, перед пембролизмомом, там разрешалась такая история, потому что это было исследование, которое допускало, что некоторые пациенты могли получать BRAF-ингибиторы вначале. И вы увидите, что у таких пациентов результаты ослабительной выживаемости хуже. И тут, поскольку исследования не рандомизированы, надо к этому с осторожностью подойти, потому что мы не знаем, это связано с тем, что пациенты имели плохое быстро текущее течение болезни, из-за этого они получили вначале BRAF-ингибиторы и потом перешли на монотерапию. Или это действительно такое действие BRAF-ингибиторов, которые, если их назначить вначале, они несколько влияют на эти результаты. Но, тем не менее, факт есть факт, пациенты, которые получают иммунотерапию вперед, могут иметь лучшие результаты. А вот это уже результаты российского исследования Miraculum, в котором принимал участие наш центр. И я думаю, что большая часть здесь присутствующих так или иначе сделала вклад в эти результаты. То это исследование чуть ближе к реальной жизни из-за того, что критерии были достаточно широкими. И вы видите, что достаточно большое количество пациентов имело большие размеры опухоли. И обратите внимание на те самые исходные размеры, с которыми пациенты начинали лечение, то все-таки примерно на 40% это было больше, чем 10 сантиметров в сумме диаметров. Это много, потому что мы помним, что в KENOT-001, например, величина в 10 сантиметров в сумме диаметра была той величиной, при которой был минимум ответов на лечение. И данные по 3 годам были уже представлены ранее, но тем не менее важно, что в первой линии мы видим при медиане период наблюдения в почти 40 месяцев, вы видите, что 55% больных имеют шансы пережить этот период. Это хорошие результаты. Вот это данные из другого нерандомизированного исследования, из исследования, которое называется реальная клиническая практика, исследование ФОРА. Его представила Кристина Вячеславовна в конце прошлого года. И вы видите, что здесь цифры еще более любопытные, когда медиана времени без прогрессирования, расчетная, правда, медиана, составляет 13 месяцев. Я напоминаю, что это метод Каплан-Мейера, мы можем получить расчетные величины, при том, что медиана периода наблюдения всего 7. Это вот такие особенности. Но, тем не менее, цифры выглядят обнадеживающими. И важно то, что в отношении общей выживаемости это более проверяемый показатель в исследованиях реальной клинической практики, чем время без прогрессирования, потому что все-таки в реальной практике мы не можем одинаковым образом обследовать всех пациентов. Это данные, собранные по мнению десятков докторов из разных центров. Поэтому я с осторожностью отношусь к вот этой величине. Но вот эта величина, которая называется общей выживаемость, она трудно обманываема. И вы видите, что, несмотря на этот период наблюдения, не очень большой. Тем не менее, мы имеем хороший тренд к тому, чтобы общая выживаемость не снижалась на этом интервале. Вот 12-24 месяца большая часть данных цензурированы. А что же касается данных по мутации в БРАФ. Обратите внимание, коллеги, что и в данных реальной практики, это уже российские пациенты, те, которые получали лечение препаратом Пролголемаб в реальной практике, они также были стратифицированы по мутации БРАФ. И ответ на лечение приблизительно одинаковый у БРАФ мутированных и у БРАФ немутированных пациентов. Примерно по 40%. Что, в общем-то, бьется вполне с той частотой, которую мы получаем в крупных международных клинических исследованиях. Ну, трехлетние данные мы уже увидели на графике выживаемости. И они вполне себе в линии с другими антипидиодин препаратами, которые были представлены раньше, которые были исследованы в более крупных, широкомасштабных клинических исследованиях. Назначение иммунотерапии позволяет еще и добиться длительных ответов на лечение. Вы все это хорошо знаете. К сожалению, это минус таргетной терапии. И это одно из оснований, почему сегодня таргетная терапия. Как правило, назначается либо пациентам, которым нужен очень быстрый ответ, либо пациентам, когда вы планируете проводить комбинированную таргетную иммунотерапию. Вот длительность ответа – это ее, собственно говоря, проблема. И даже если добиваетесь полного ответа на лечение, к сожалению, проходят месяцы. Как правило, это уже десятки месяцев, правда. Но полный ответ тоже оказывается конечным. И это совсем не так для иммунотерапевтических препаратов. Если вы посмотрите на комбинированную иммунотерапию или монотерапию антиспедиадин, то длительность этого налечения длится очень-очень долго. В всяком случае, за горизонтом тех событий, которые мы называем период наблюдения, она где-то может и находиться. А если мы посмотрим на данные, опять же, Миракулем, это Пролгалимаб, то здесь тоже нет еще половины людей, которые бы достигли своих, с которыми спрогрессировали на ответ на лечение. И мы, по всей видимости, тоже выходим на такое вот иммунотерапевтическое плато. Понятно, что непрямые сравнения, они всегда имеют свои ограничения. Но прямое сравнение уже сегодня обсуждали мы. И Наталья Николаевна ясно дала понять и преимущества, и ограничения этого исследования. Отличный дизайн, очень хорошее, заманчивое прямое сравнение. Но были определенные подводные камни в реализации, которые, значит, так небольшой тень бросают на это исследование. Но, тем не менее, значит, старт с иммунотерапией вроде как выгоднее с точки зрения пациента, потому что, если вы не попали вот в эту самую группу несчастливых людей, которые имеют гиперпрогрессию, дали супербыструю прогрессию на фоне иммунотерапии, и не получается добиться, как будто развернуть стол, что называется, в случае этой гиперпрогрессии, спасти человека от таргетной терапии, таких мало пациентов, но, к сожалению, таких пациентов есть, то большая часть выиграет от того, чтобы начинать с иммунотерапии. Если мы демонстрируем историю с BRAF+, с BRAF мутированными пациентами, то да, конечно, эти данные хорошо демонстрируют, что и комбинации, и даже монотерапия антипеди-1, имеют неплохие результаты, но комбинация эпенива у BRAF-позитивных пациентов выглядит более предпочтительной, чем монотерапия. А вот если возьмете BRAF-негативных пациентов, то такого предпочтения не прослеживается. И это еще одна из групп пациентов, которые вполне могут получить пользу, BRAF-негативные пациенты имеют, могут получить пользу от монотерапии, сравнение с комбинацией. Другая история связана с распространенностью болезни. Чем больше, допустим, агрессивность, чем выше уровень ЛДГ, тем хуже прогноз, вы все это хорошо знаете. Мы всегда определяем уровень ЛДГ у пациентов с метастатической меланомой для того, чтобы правильно стратифицировать его в группы прогноза. И мы бы очень хотели, чтобы наши речи на протяжении последних 20 лет, как это вошло в классификацию ТНМ-6, потом 7, потом 8, уровень ЛДГ уже на протяжении последних 20 лет он является стратифицирующим критерием. Но по-прежнему у многих наших коллег это не является обязательной процедурой, его определить, это простой тест. Но обратите внимание, если вы знаете его, и вы знаете, что он высок, то вы должны склонить себя и пациента к более агрессивному варианту лечения. Либо к комбинированной иммунотерапии, либо к комбинированной иммунотаргетной терапии. Но если он в порядке, и у вас немного болезни, то вы можете попробовать начать с монотерапии и вылечить пациента с очень неплохой вероятностью. Вот данные, которые приведены из реальной практики одного из немецких регистров. И вы видите, что пациентов с BRAF-мутацией и высоким ЛДГ комбинация иммунотерапевтической имеет явное преимущество. А вот тех, у кого BRAF-мутации нет, и ЛДГ все-таки высок, то такой разницы нет. ЛДГ – важный показатель для того, чтобы выбирать терапию. Если вы посмотрите на уровень PDL, мы стараемся делать его рутинно, но у нас нет единого такого мнения, даже в коллективе. Вот я, например, стараюсь это делать, а Наталья Николаевна говорит, я не буду это делать. Да? Или буду? Рутинно. Что нам это даст? Вот, Наталья Николаевна говорит, я не буду это делать. Рутинно, что нам это даст? Я, Кирилл Ильич, даже боюсь спрашивать, потому что если я окажусь в меньшинстве, то будет неудобно. Но смысл стоит в том, что высокая экспрессия PDL, конечно, склонит нас к тому, чтобы деэскалировать лечение и назначить монотерапию в пользу, а не комбинации. Таким образом, вот если ассортировать всякие подгрупповые анализы у пациентов с метастатической меланомой, то пациенты с вяло текущей меланомой небольшой распространенности, с высокой PDL-экспрессией, это пациенты, которые могут быть вылечены монотерапией антипеди-1. А вот если вы посмотрите на данные, такие как географическая история, и это тоже очень любопытная вещь. Посмотрите, как сильно отличается вероятность ответа на лечение на иммунотерапию в разных регионах мира. Это тоже чекмейт-67. И пациенты, которые получали это лечение, допустим, в Европе и в Соединенных Штатах, имеют почти на 20% разницу вероятность ответить на лечение, если у них нет бравмутации, например. Это тоже важный показатель. Чекмейт-67 не шел в России, и мы поэтому не можем отсюда вычленить, допустим, нашу популяцию людей. Но у нас в России шли другие исследования, и мы ждем их результаты. Я имею в виду комбинированной иммунотерапии уже на рулемабе с полголемабом. Я надеюсь, что скоро они будут опубликованы. Хотя вот уже регистрация на носу, но публикации я пока не видел. Что касается побочных эффектов, конечно же, монотерапия легче переносится, и намного реже вызывает тяжелые побочные эффекты. Вопросов нет. Вопрос, что вы должны понимать, зачем эти побочные эффекты, если у человека есть факторы плохого прогноза, их надо каким-то образом эти побочные эффекты предсказать и с ними побороться при необходимости. Тут риск оправдан, потому что риск прогрессированной болезни высок. Но если риск прогрессирования не очень высок, то вполне возможно, вы можете обойтись и нетоксичной монотерапией. Но в качестве выводов, то следует помнить, что пациенты с комбинированной иммунотерапией и монотерапией антипидиодин, они могут быть различены по своим клиническим характеристикам до того, как выберете лечение. И в ряде случаев вы можете начать с антипидиодин в монорежиме, в некоторых случаях вам потребуется, безусловно, комбинация эпенива, а в некоторых случаях вам потребуется таргетная терапия или комбинированная иммуно-таргетная терапия. И вот в качестве суммации некоторые такие буллеты, поинты, у кого конкретно вроде бы монотерапия антипидиодин выглядит вполне себе достойным и хорошим вариантом для старта лечения. И это пациенты, как правило, с хорошим прогнозом и небольшой опухолевой нагрузкой. А если вы сможете сделать маркер ПДЛ, то это будет вам лишним значком к тому, чтобы давайте сделать монотерапию. Вот, значит, к вопросу, Наталья Николаевна, зачем нам это надо делать? Ну, я не думаю, что мы будем сильно останавливаться на второй линии, потому что мы хорошо обсудили это, но в ряде случаев монотерапия антипидиодин может быть безопасно назначена и во второй линии терапии. И было исследование, которое бы следовало упомянуть, это ретроспективное исследование, анализ, опять же, реальной практики, которое показывает, что пациентов, которые получили бравмик ингибитора ранее, убравмутированных пациентов, мы не можем вычислить вот эту вот разницу между монотерапией комбинацией. И хотя интуитивно каждый из нас, пациенту, который спрогрессировал на бравмик ингибиторах, наверное, захочет выбрать комбинацию, анализ данных, которые провели наши австралийские коллеги, и его коллеги, это не только данные Австралии, это данные, собственно говоря, Соединенных Штатов, они демонстрируют, что, в общем-то, не получается за счет комбинированной иммунотерапии у бравмик ингибиторов во вторую линию после бравмик ингибиторов добиться серьезных успехов, чего не скажешь о бравмик негативных пациентов. Вот эти пациенты выигрывают от комбинации эпениво больше, чем от монотерапии эпилемумаба, если мы говорим, что они получают эпениво во вторую линию. Но, значит, что еще? Ну, на этом, собственно говоря, наверное, все, что я должен был сказать, потому что сообщение называлось «Почему и у кого можно выбрать терапию монотерапию антипеди-1?» И я поблагодарю вас на этом за внимание. Игорь Вячеславович, большое спасибо. Разрешите поинтересоваться ваше мнение по поводу назначения терапии второй линии при прогрессировании на бравмик ингибиторах. Кому вы назначите моно-иммунотерапию, а кому комбинирую иммунотерапию? У пациентов, которые спрогрессировали на бравмик ингибиторах? Да. Понимаете как? Я вот продемонстрировал сведения из анализа перс-досила, который говорит, что особенной разницы нет. Но я сказал, что интуитивным образом мне хочется перенести данные первой линии и во вторую тоже. И, безусловно, если я найду хоть какой-нибудь фактор плохого прогноза, большую распространенность болезни, или высокий ЛДГ, или это будет пациент с метастазом в головной мозг, или это будет пациент, у которого есть какой-нибудь симптомный метастаз, или это будет пациент с низким уровнем ПДЛ-экспрессии в опухоли, или это будет, например, пациент, который довольно быстро спрогрессировал на бравмик ингибиторах, спустя 2-3 месяца от начала, такие, к сожалению, тоже попадаются, или это будет пациент с неканонической мутацией, там выше сотка какого-нибудь Д или выше сотка, это, безусловно, пойдет на комбинацию. Но если я пойму, что у человека там 4 года получал бравмик ингибитора, и у него появился небольшой мягкотканный очажок где-нибудь в функционально незначимой части тела, и у него есть тяжелосопутствующая патология, то я думаю, что я попробую монотерапию антипидиадин или даже присоединю монотерапию антипидиадин к бравмик ингибиторам в качестве вот такого сценария лечения болезни для того, чтобы не уходить от той пользы, которую бравмик ингибиторы давали ранее. Выбирая между добавленной тройной комбинацией и двойной иммунотерапией, вы предпочтение дадите какому варианту? Это, опять же, зависит от ситуации. Иногда это будет ясный переход на эпенива, но в ряде случаев, когда вам страшно отменить, потому что бывает массивная болезнь, которая контролируется едва-едва таргетной терапией, и вы понимаете, что ее отмена этой таргетной терапии обрушит собственно говоря ту стабильность, ту хрупкую стабильность, которая была достигнута за последние пару месяцев, это прогрессирование выглядит в виде появления одного-двух небольших функционально незначимых очагов, я бы попробовал добавить, я бы не попробовал переключиться. Хотя эта история эмпирическая, и это мое персональное мнение, оно не подкреплено данными исследований. У нас нет ни одного клинического исследования, которое бы демонстрировали пользу от того подхода, который я говорю. А вот есть только отдельные клинические наблюдения. все это было. Ампирus, я бы не подкреплено оборудов Hill, я бы не подкреплено в этом видео. Продолжение следует...